есть у меня такой телевизор телефон кин называется диагональ его 50 дюймов и этот телевизор я приобретал в четырнадцатом году ну как в четырнадцатом на самом деле покупал при перед новым годом 2013 начало 2014 когда на экранах уже начали показывать определенные новости и которые соответственно говорили о том что будет ого-го как плохо в общем телевизор мне достался если я не ошибаюсь примерно в 17-18 тысяч рублей это очень дешево даже по сегодняшним меркам новые в коробочке в магазинчике куплен из гарантии и данный телевизор соответственно я приобрел это было достаточно давно но недавно случилось страшно данный телевизор выключился и при включении него образовалась черный экран в общем чтоб не затягивать свой разговор хочу рассказать вам про такую вещь что данный телевизор построена базе светодиодной подсветки попарно то есть у него идет энное количество светодиодов там на видео вставках вы можете это все прекрасно увидеть количество светодиодов общее и разделить его на два соответственно можете прикинуть какое там напряжение подается напряжение подается сбоку воспитания через отдельную цепь и два шунтирующих сопротивления которые управляют током именно питание этих светодиодов то есть напряжение также можете прикинуть какое может быть со стабилизированного блок питания но суть не в этом суть в том что эти светодиоды можно даже прикинуть какого они размер чека у меня вышли из строя вышла из строя сначала один я не заметил что он вышел из строя хотя яркость присела буквально раза в два ну а потом уже и 2 вышел из строя если бы я знал заранее что вышел один из строя до год назад когда яркость присела то есть я бы мог уже затарить со светодиодиками и светодиодики приобрести непосредственно для того чтобы быстренько этот ремонт осуществить если у вас подобные проблемы в таком же последовательности случилось рекомендую сразу подыскать сервис мануал рекомендую сразу почитать форумы где какие светодиоды у вас установлены из-за того что телевизор достаточно громоздкий не рекомендую разбирать его смотреть какие светодиоды потом откладывать в сторонке и ждать пока они придут потому что вы можете его повредить а именно повредить или сломать матрицу матрица достаточно хрупкая здорово и так далее поэтому ребятки лучше прочесть прошерстите форумы и на форумах найдите какие у вас светодиодики и возьмите ни один вид светодиодов они стоят в принципе достаточно дешево а пару видов то есть чтоб вы не пролетели потому что от разной ревизии плат можно как бы получить то что светодиоды могут соответственно быть совершенно другими соответственно далее если у вас есть навыки пайки туда вы можете взять с десяток светодиодов потренироваться и аккуратно один хоть или два впаять но если у вас навыков пайки нет рекомендую вам покупать комплект непосредственно самих светодиодных линей в данном случае в моем случае комплекта такого в продаже нет есть для более современной модификации но там по крепежу и плата сами они другие то есть светодиоды совпадают оплаты разные поэтому либо менять все что очень весьма дорого для моего случая либо же попытаться отремонтировать что-то как-то из того что есть поэтому я посмотрел блоком питания что у меня напряжение на светодиодах рабочие 3 вольта соответственно я подобрал светодиоды непосредственно под это напряжение и световой поток то есть холодный свет в районе 6000 кельвинов но выше у меня не было то есть 7000 кельвинов это специфические светодиоды и сейчас их если найти не проблема но опять-таки надо очень внимательно подходить к этому вопросу а раньше это было вообще достаточно серьезная проблема потому что обычно такие светодиоды они специализированы но суть не в этом суть в том что если вы не умеете паять покупайте готовые решения и ищите аналоги покупайте полностью комплект не вырезайте заменив один именно берите комплект и удостоверьтесь что комплект у вас будет нормально работать а ток который необходим для этого комплекта будет подходящий если ток будет выше светодиоды выйдут из строя раньше если ток будет ниже соответственно будет ярко снята но светодиоды прослужит лучше дольше после того как я установил светодиоды не подходящие потому что у меня вот такая ситуация а я уже разобрал да и посмотрел что в продаже нет я принял решение установить размером 55 на 72 или 72 на чё-то там или 80 с чем-то на чё-то там но другого у меня светодиода не было пришлось мне также попотеть впаять светодиод потому что там посадочное место она меньше и если впаиваем светодиоды большего размера он замыкает плюс-минусом поэтому пришлось там немножко посадочное место подрезать под светодиодом часть подрезать а на вторую часть например минусового контакта как было в моем случае я просто припаивал саму подложку светодиода то есть у тех светодиодов которые мне установлены были у них снизу не было подложки которая рассеивала тепло от самого кристалла а у тех которые я поставил у них у это уже было соответственно я алюминиевую пластину это все дело установил и она села и нормально охлаждается только занизил то есть служить они смогут гораздо больше по времени по поводу того что светодиоды соответственно не а те а больше размеров до существует следующий косяк если будет подобное устанавливать и даже если вы кристалла центруете возможно его частично закрасить заклеить то есть чтобы кристалл по площади был именно тот который был у прошлого светодиода но если подобного не сделать я в принципе не стал заморачиваться я просто яркость убрал немножко от того чтобы вода с падением яркости после удаления шинта и соответственно у меня появились после установки этих светодиодов на максимальной яркости которая была возможна для этой матрицы это два таких ореола от светодиодов то есть как бы линза освещает все нормально она закрывает световым потоком пятно определенная и плюс дополнительно так как светодиод длинный он освещает края линзы и получается такой небольшой ореол вокруг вместо установки света диода для меня это не проблема для меня главное чтоб светодиод работал и чтоб телевизор работал телевизор я смотрю очень редко в основном смотрю с жесткого диска и там достаточно высокого разрешения картинки которая в принципе позволяет при меньшем уровне яркости выдавать вполне сочные цвета и при этом вот эти вот косяки которые диктуют как бы свое да то есть большие светодиоды просто они незаметны или несущественно потому что у этого телевизора если кто не знает есть свои пятна световые до которые ну просто получается у нас неравномерная засветка матрицы идет и там как бы если ты с этим смирился дата два каких-то ореола там еле заметных на определенных сценах это вообще пустяк вот как то вот так так что телевизор я сделал все прекрасно работает угрохал я на это примерно около пяти часов самая сложность была разобрать не потерять все винтики но кошка пару съела так что ребята прячьте сразу и потом это все дело собрать ремонт самой ли линейки светодиодный занял мне по времени буквально где-то около 40 минут при этом именно подгон дорожек именно попытка поставить светодиод на посадочное место именно так чтобы ничего не замыкало и он находился именно в том положении по отношению к линзе который мне было не уходило в общем как то так на этом я прощаюсь всем спасибо за внимание всем удачи что-то будет интересно сниму всем пока